По итогам отборочных этапов в финал 2016 года вышли представительницы видновских школ номер 5, 9, гимназии и художественно-технического лицея. К финальному выступлению конкурсантки готовились долгие месяцы, а последние недели вместе со своими командами и группами поддержки почти всё своё свободное время отдали репетициям. Ну, конечно же, волнение присутствует, но я знаю, что у нас всё получится, у нас хорошая команда, я верю на честные жюри, потрясающие педагоги, поэтому всё будет хорошо. Всем девчонкам я желаю именно вот этого позитивного настроя, который приносит этот конкурс, вот эту поддержку, которую мы все получаем от команды, и, конечно же, получить удовольствие в первую очередь. Справиться с волнением помогали зрители, которые активно поддерживали своих фавориток. Болею за лучшую Татьяну, так и нахожусь в собственном её команде. Я болею за какая-то же рука, так держать, а не болела. Перед началом конкурсной части вечера выступила победительница прошлого года, выпускница Видновского художественно-технического лицея Елизавета Туюлайнен. Ты знаешь с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. В финале конкурса было три тура. Первый – визитная карточка, где девушки должны были рассказать о себе и познакомиться со зрителями и членами жюри. А я танцую. Вот уже 12 лет я занимаюсь танцевально-спортивным клубом «Звёздный вальс». Следующий тур – творческий. Конкурсанткам вместе со своей командой предстояло без слов изобразить сюжеты известных сказок, а затем угадать названия советских фильмов, цитату из которых произносили ведущие. Тема советского кино «Сквозной линии» проходила через весь финал, благодаря тому, что 2016 год в нашей стране был объявлен годом российского кинематографа. И вот в заключительном туре в своём домашнем задании участницами были раскрыты образы женщин советского кино. Самую трогательную историю представила Таня Лосева из пятой школы. Образ женщины-матери она показала на основе фильма «Однажды, 20 лет спустя», в конце своего номера пригласив на сцену свою маму, Надежду Викторовну. Также были показаны образы женщины в искусстве, в науке. А Настя Скачкова из лицея рассказала о женском трудолюбии на примере фильма «Королева бензоколонки». Члены жюри ушли на совещание, а трибуны соревновались, кто громче поддержит свою участницу. И вот наступил самый торжественный момент – объявление победительницы. На сцену были приглашены финалистки, их родители и группы поддержки. Все девушки получили ценные подарки и грамоты от администрации района. О имени «Ведновчанки-2016» объявила председатель жюри, начальник финансового управления Татьяна Макушкина. Мисс «Ведновчанка» Скачкова Анастасия! Сразу после награждения Настю наперебой поздравляли родные и друзья. Я даже не могла представить себе, что я когда-либо стану победителем такого конкурса. Это у меня нечто неожиданное и очень приятное. Мы через столько всего прошли вместе со своими ребятами, что это того стоило, чтобы победить. Мы вместе идем, школа наш дом, а мы твоя старая семья! Несомненно, с такой группой поддержки можно рассчитывать на многое. Победа досталась Насте Скачковой за артистизм, обаяние, красоту и раскрытие своих талантов. Пронула трудительность, вдохновленность, увлеченность. И надо сказать, у каждой участницы конкурса сегодня прозвучали нотки патриотического отношения, любви к своей родине, большой и малой, гордости за свою страну. И это очень приятно. Конкурс завершился. Победитель определен. Но перед всеми финалистками открыта дорога к новым жизненным достижениям. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.